То есть, если вы по ламинату провезли мебель, то это как бы ничего, по керамограмме тоже ничего, то по натуральному с керам, вспоминая же проблемы, приходят мебельщики, приходят обойщики, приходят монтажных дверей и начинаются у нас. Тут вмятина, тут царапина, тут топа-топа. Поэтому натуральное покрытие мы на сегодняшний день советуем монтировать практически в последнюю очередь. Ну это я немножко вперед забежала на работу. То есть, если натуральное покрытие, оно как правило идет уже с нанесенным лаком, с нанесенным маслом, виды покрытия на сегодняшний день разные, то есть, выполнение верхнего лицевого слоя уже закончено. После натурального покрытия, после покрытия полового напольного уже идет только монтаж дверей. Все. Обои, электриконатяжные потолки, в кафе, тем более, в керамогранит, все должно быть выполнено. Потому что я не уверена, не то что в квалификации, а в аккуратности тех мастеров, которые работают. И, к сожалению, мы с этим часто сталкиваемся. То есть, мастер, который лепит кафе в ванной, вот в этих же своих кроссовках или в тапочках, где у него там песок на ногах, он пойдет по вашим. Заказчика уговорили на чек за 80 тысяч, он пошел. И что мы потом будем делать? Мы будем расстраиваться. А главное будет расстраиваться заказчик. Вот. То есть, вот это такой минус. Как можно решить эту проблему? Первое, это значит укладывать доску, натуральное покрытие пробку, марморин в самом конце. Можно поклеить обои, можно поставить розетки уже на поклеенных обоях полностью. Можно смонтировать потолок натяжный, то есть все сделать. Потом уложить на больное покрытие и смонтировать дверь. Все, и он закончен. Можно уходить.